Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами передача «Глобальная сеть» и я, ее ведущий, дембакант Магомедов. В эфире 10 выпуск. И прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканала РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» газета для думающих людей. В Махачкале главная площадь проходит первый этап реконструкции. Сейчас там прокладываются коммуникации, идут подготовительные работы. Знакомиться с тем, как идут дела, вышли Владимир Васильев, Владимир Иванов и Салман Дадаев. По этому поводу высказался Алихан Азизов. В Махачкале стартовал ремонт центральной площади. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. В видеообращении глава столицы рассказал о том, что уже установлен строительный городок и организован штаб по контролю за проведением работ. Также он рассказал, что старту строительства предшествовала большая работа по проектированию и разработке технического задания. Пользовательница социальных сетей под ником Загида Тамарова поделилась своим мнением. Вот такой площадь Махачкалы жителям города осталось видеть недолго. Началась реконструкция центральной площади. Об этом заявил мэр столицы Салман Дадаев. И сегодня мы можем в этом убедиться. Строители уже приступили к демонтажу старой плитки. О том, как же будет выглядеть обновленная площадь, рассказали в управлении ЖКХ. По-прежнему это будет пешеходная зона. Реконструкция предполагает несколько этапов. Так, основную часть площади выложат гранитом. Изюминкой станут красочные орнаменты в виде национальных ковров. Создадут зеленые зоны. Дополнительно будет высажено 3000 метров новых газонов и около 60 деревьев. Написал пользователь Расул Гаджиев. Реконструированы также будут памятник Ленину и прилегающая к нему зона отдыха. На обновленной площади появится 29 скамеек, стилизованных под каждую зону. Заменена будет также плитка на пешеходной и проезжих частях. Появится новое освещение. Общая площадь проводимых работ 33 тысячи квадратных метров. Реконструкцией займется одна из подрядных организаций, которая уже зарекомендовала себя как надежный исполнитель ряда госзаказов. Для удобства горожан на время реконструкции площади будет перекрыто там движение. Об этом в своем обращении говорил и мэр города Салман Дадаев. Делится мнением Мирза Кадиев. Похоже, что стерпелась, но не слюбилась. Напомним, реконструкция площади – подарок правительству Москвы, которая на это выделила 350 миллионов рублей. Деньги направили у Махачкову из столичного бюджета в рамках партнерства. Глава Дагестана Владимир Васильев распорядился пустить их на ремонт главной городской площади для удобства жителей и привлечения туристов. Написала свое мнение Марьям Ибрагимова. Скачав приложение iMo на свой гаджет, пользователю нужно ввести логин площадь 05 собакарамблер.ру и пароль площадь 2019 и наблюдать за ремонтом центральной площади города в режиме реального времени. Видеотрансляция ведется с двух ракурсов и дает полное понимание того, что делается на площади здесь и сейчас. Пишет пользователь Аминат Гамидова. После ремонтных работ площадь станет современным и насыщенным местом для всех горожан. В рамках реконструкции заменят все плиточное покрытие, на гранитное появятся новые зоны отдыха с бесплатным интернетом, Wi-Fi, новые деревья и зеленые наслаждения. Также площадь будет адаптирована под потребности маломобильных граждан. Тендерное производство работ выиграла компания «Армада». За ходом работ будут следить представители общественной палаты депутатского корпуса. Для удобства горожан ремонт будет вестись с захватками. По мнению Арсена Исаева, ситуация выглядит таким образом. Я бы посоветовал сделать так, раз такое дело. Выставить разноцветной плиткой поверхность площади в виде кавказского ковра без лишнего. Над зданием правительства установить прозрачный купол по примеру президентского дворца в Тбилиси. Недорого и красиво. А из тукан Ленина убрать, на место посадить какое-нибудь красивое дерево. Здание мэрии облицовать караедом. Заборы железные переплавить в мартеновских печах на лампады. В субботу вечером на перекрестке Ирчи Казака и Аракского использовался светофор. Он не работал более двух часов. Ни один наряд полиции на улице не появился. И может быть, все бы как всегда кончилось километровыми пробками во все четыре стороны. Но нашлись люди, которые встали на перекрестке и помогли урегулировать движение. Пользователь под ником Бакалавр написал следующее. Слов нет, на наших дорогах действительно бардак. Как везде, где что-то зависит от наших людей. Мы вообще не умеем вести себя в общественном пространстве. То, что ребята помогли отрегулировать движение, это хорошо. Но нарушений на дорогах вплоть до тех, которые со смертельным исходом по чьей вине. Разве не сами наши дагестанцы делают, но виноватых ищут на стороне. Пишет активная участница социальных сетей Зухра Богомаева. Слов нет. Те, кто отвечает за порядок на наших дорогах, о нем не очень пекутся. Когда я узнала, что у них есть квоты на штрафование, я была в шоке. К примеру, каждый гаишник должен принести по 10 штрафных квитанций за непристегнутый ремень. Есть квоты на превышение скорости, на непропускание пешехода. И если вдруг нет этих нарушений, то они обязаны оштрафовать хоть кого-то. Вот и спрашивается, зачем им этот неработающий светофор. Пользователь Руслан Ахмедов по этому поводу написал. А вот этому человеку, который не поленился записать это видео, самому трудно было набрать 0.2 и сообщить оператору о проблеме. Неужели легче вот так сидеть и всех обсуждать вместо того, чтобы просто сообщить в колл-центре о проблеме? То, что нашлись люди, которые взяли ситуацию в свои руки, это очень хорошо. Но ведь людей, которые так поступают в подобных случаях, действительно очень мало. Гораздо больше горожан будут сидеть и ждать, пока кто-то другой решит их проблему. Эту же тему продолжил пользователь под ником Шериф. Вот вы заметили, что с развитием Инстаграма развился такой жанр, как интернет-кликушество. Люди сидят и ноют свою трубку. Как кто-то что-то не делает, как их обижают, как вокруг много несправедливости. Я не отрицаю, что в нашей жизни много неправильно. Но эти люди получают удовольствие от того, что жалуются на жизнь. И это очень странно. Своё мнение написал Абдурахман Амаров. Эти ребята, вышедшие на дорогу, молодцы. Я думаю, что это видео не только жалобы, это восхищение людьми, которые поступили благородно. Этого в нашей жизни не так уж и много. И мы все соскучились по таким поступкам. Не нужно стесняться делать хорошие дела на виду. Не надо бояться, что на тебя смотрят много людей. Если ты знаешь, что ты делаешь доброе дело, не волнуйся и ничего не бойся. По мнению завсегдатой социальных сетей Саимы Багиловой, вот смотрю я на ваш город и вижу одну большую яму. И проблема не в Саиде или Салмане. Имея такую природу и такие возможности, мы портим и ломаем всё, что попадает нам в руки. Вот и про грязь в Хасавюрте только что вспомнили. А там это было десятилетиями. Люди просто привыкли к этому и даже не задумываются о том, что могло бы быть всё иначе. Молодцы ребята, которые вышли к Сатафору. Честь им и хвала. Пользователь Марат Идрисов написал по этому поводу следующее. А вот этот человек, который сделал это видео, он что там два часа стоял и проверял, как долго не приедут гаишники? Я думаю, что это банальное хайпожорство не больше. Людям сейчас лишь бы снять какую-нибудь гадость и закинуть в инстаграм. Другого варианта выпустить пар они не видят. Все снимают всех. Вот только реальным делом никто не занимается. Все только критикуют. Не остался в стороне от дискуссии и юзер Давыд Таркинский. По Махачкале не работающие Сатафоры не редкость. Вопрос только в том, как быстро могут приехать представители ГИБДД. В данном случае это был поздний вечер выходного дня. В конце концов, никто ведь не умер. Не было никакой аварии или несчастья. Но сами люди разобрались с этой проблемой. Это замечательно. Это совсем не повод нагнетать злобу на всех, кто имеет отношение к Сатафорам. Пользователь под ником Князь Гор подвел итоги этого обсуждения. Такое было во все времена. Всегда находился кто-то, кто молча делал дело, пока куча людей обсуждали и критиковали друг друга. Гаишники неправы. Их служба не для штрафов, а для того, чтобы помогать людям на дороге. Ну и сами люди должны понимать, что либо мы живемся и ездим по правилам и по закону, либо у нас получается, как в Хасавюрте. 24 октября бывший чемпион в легком весе Конор Макгрегор назвал дагестанцев трусами и заявил, что действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве, сказал ирландец. Реакцию пользователей социальных сетей предугадать было нетрудно. Абакар Атаев по этому поводу написал следующее. Чуть больше года назад в Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой между Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором. До боя было несколько обязательных мероприятий, включая пресс-конференции, взвешивания и так далее. Два бойца сразу не взлюбили друг друга. Была масса оскорблений, попыток драк вне октагона и неспортивного поведения. В итоге Хабиб Нурмагомедов одержал победу. Буквально выпрыгнул через высокую сетку и начался хаос. Много кто получил по лицу просто так. Много кто задело. Хабиба оштрафовали, лишили части гонорара, но все равно отдали пояс чемпиону. Ему отвечает за всегда-то виртуальных дебри Руслана Скеров. Конор Макгрегор после этого, можно сказать, пропал почти на год. Редко появлялся в средствах массовой информации. Был со своей семьей и занимался бизнесом. Бизнес ирландца – это производство крепкого алкоголя. Proper 12 – так называются виски Конора. Официально в России пока не продаются они. Ощущение, что весь хайп вокруг боев ему нужен только для рекламы его алкоголя. В самом начале конференции он сказал, что одна из целей его приезда – это привезти виски в матушку Россию. Именно так он называет Россию. Но с Дагестаном и его жителями он совсем не в ладах. Не остался в стороне от дискуссий Мурад Джабраилов. Хабиб унизил Макгрегора, заставив его сдаться и просить пощады. Так что неудивительно, что у Макгрегора Хабибу личная неприязнь. Ну а какой у Макгрегора грязный язык, я думаю, известно всем. На втором рынке в общественных туалетах чище, чем у Макгрегора во рту. Елена Волкова по этому поводу привела еще одну цитату. Конор сказал, он всегда бежит. Каждый русский и каждый чеченец знает, что бежать это в крови дагестанских людей. Макгрегор говорит, что Хабиб боится выступать в Москве, потому что он никогда не представлял Россию. Даже флаг он поднимает как-то неуверенно и без гордости. Все хотят, чтобы наш бой состоялся, кроме самого Хабиба. Он просто трус. Поделился своим мнением и Хаджумурат Карахски. Али Абдель Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, раскритиковал Конора Макгрегора после оскорбительных слов, сказанных на пресс-конференции в адрес Нурмагомедова и всего дагестанского народа. В течение многих лет я работаю с дагестанским народом. Единственное, что я могу сказать насчет этого народа, это честь и благородие. Никогда за эти годы я не встречал ни одного плохого человека. А вот у Ислама Гаджиева тоже своя точка зрения. Президент промоутерской компании Fight Night Global Камил Гаджиев подверг критике ирландского бойца Конора Макгрегора за оскорбительные высказывания в адрес дагестанцев. Гаджиев назвал произошедшее позором и также раскритиковал всех, кто присутствовал на пресс-конференции Макгрегора в Москве. На что ответил Нурмагомед Курачев. Я считаю, что то, что произошло сегодня на пресс-конференции Макгрегора в Москве, это позор. Позор для Конора и для всех находящихся в зале, присутствие которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему леща, но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не треш-токер. Он грязнуля. Итог дискуссии резюмировал пользователь Аслан Саидов. Я удивлен такой реакцией на то, что говорит Конор. Он всегда это делал и не скрывал своего отношения к дагестанцам. Вот чего вдруг так после этого возбудились наши земляки? По поводу реальных проблем Дагестана они как-то не возмущались. Вот в Хасавюрте творятся такие безобразия, но им как-то было все равно. Пользовательница Сиали Гамидова написала следующее. Почему вы жалуетесь на то, что он вас оскорбляет? Ведь весь Дагестан в свое время его тоже оскорблял. А вы уже не помните, когда Хабиб его шотландским цыпленком назвал. Тогда он еще Хабиба не оскорблял. Лично по мне, они просто бизнесмены, которые делают деньги и пиар. А мы простые лаемся здесь. Пользователь Магомед Исаев написал следующее. Хабиб в бой выходил со многими спортсменами. Все относились с уважением. Эта курица до сих пор кудахтает и обижается. Ищи причину себе. Как баба помощи ищет в СМИ. Шамиль Зулпукаров написал следующее. Хитрый Ирландец затеял скандал. Он хочет, чтобы мы сами натравили Хабиба на него. Собственно ручно. Не удивлюсь, если он добьется этого. Судя по тому, как мы поддаемся его игре. Нам нужно просто оставить его кричать. А бросаться на него... Участковый полномоченный полиции из Тарвов-Надзербеков спас 22-летнюю девушку от самоубийства в Махачкале. Она собиралась прыгнуть с крыши 11-этажного здания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Тагестану. Пользователь социальных сетей Тагир Османов написал следующее. 20 октября во дворе строящегося 11-этажного дома на проспекте Олега-Джи Акушинского в Кировском районе Махачкалы местный житель Камзат Камзатов заметил, как девушка в красной куртке вошла в подъезд. Через некоторое время он услышал шум, повернулся и увидел на земле разбитый телефон. Камзат поднял голову и увидел девушку в красной куртке на крыше здания. Она собиралась спрыгнуть. Эту тему продолжает Азарема Ахмедова. Он попросил прохожих позвать участкового, а сам начал отговаривать девушку от самоубийства. Прибывший на место участковый и Старлап Надербеков забежал в подъезд, поднялся на крышу, незаметно схватил девушку и оттащил от края крыши. Затем он доставил ее в участковый пункт полиции и вызвал скорую помощь. Завсегда Тайхалид Мусаев высказался по этому поводу. Мы, как верующие люди, должны понимать, что во всех религиях порицается грех самоубийства. Исключением является лишь тот случай, когда умалишенный человек, не осознавая того, что он делает, может покончить с собой. В Коране говорится, и вы не убивайте себя. Поистине Всевышний Аллах милостив к вам. Это все должны понимать и объяснять подросткам. Проблемы не решает самоубийство. Тем более, что чаще всего подростки не доходят до самоубийств, а шок остается. Своим мнением поделилась обитательница виртуальных дебрями Нат Сабирова. А вот мне жалко эту девушку. Мало ли, кто ей мозги вкротит. Подростки ведь так жестоки в этом возрасте. Может, любилась девочка с кем из девчонок в этом возрасте такое не бывает. Ну а полицейскому респект. Он настоящий герой, представляя, как благодарны родители этой девушки. Зайрбек Гаджимагамедов по этому поводу написал следующее. До этого случая в Дагестане было предпринято еще несколько попыток самоубийства. Так в Кизляре 19-летняя девушка спрыгнула с окна пятого этажа. Ее с различными травмами доставили в городскую больницу. В Махачкале 17-летняя девушка скончалась, спрыгнув с высоты. К суициду ее подтолкнул 21-летний житель Архангельска. Против него следственным комитетом по Дагестану возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 110.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Склонение несовершеннолетнего к совершению самоубийства. Юзер Устам Курбанов по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. Проблема эта для нашей республики очень актуальна, поскольку частота самоубийств растет. Причем причины этому могут быть самые разные. Важнейшая из них это депрессия. То есть потеря организмом внутренней силы, которую можно сравнивать с потерей воздуха в воздушном пространстве. Последние 5 лет прослеживается пугающая ситуация с самоубийствами среди подростков, по числу которых Россия находится на первом месте. Пользователь Саид Бекхалидов также поделился своим мнением. Предсказать самоубийство трудно. Человек совершает суицид в такой день и час, когда никто этого не ожидает. Хотя уже различают 4 стадии подготовки к совершению суицида. Если на одной из этих стадий он попадает к специалисту, психиатру, психотерапевту, невропатологу. Или если близкие этого человека хоть что-то заподозрили и пришли на консультацию к психотерапевту, то суицида можно избежать. Однако, как показывает практика, такой человек попадает в наше поле зрения уже тогда, когда этот акт уже совершен. Удивляет только тот факт, что часто совершают суицид люди, не выявляющие ранее признаков психической патологии и не попадающие в поле зрения психиатров. Приблизительно у 90% жертв самоубийства диагноз психического расстройства устанавливается, к сожалению, лишь при расспросе родных и друзей после смерти. И все же самым интересным было мнение пользователя Арсена Багандова. Часто встречаются случаи, когда попытка самоубийства – это призыв о помощи. Отчаянный маневр привлечь внимание к своей критической ситуации. Девушка режет себе вены на запястье, но в таком месте и в такое время, чтобы ее действия были вовремя обнаружены. Другая после ссоры с матерью принимает сверхдозу снотворного, не желая выходить замуж. Часто эти люди признаются в беседе, что на самом деле они не хотели умирать. Они хотели, чтобы им помогли и чтобы их положение приняли всерьез или на них обратили внимание. Пользователь Кусейн Раджабов написал следующее. Врачам любого профиля нужно быть внимательнее к психологическому статусу больного. Часто даже внешний вид, мимика, мимолетные высказывания о жизни, взгляд помогают распознать депрессию и принять меры. Есть тест смысложизненных ориентаций, в ходе которого пациент просто отвечает на вопросы. Если все врачи будут так работать, обращать на это внимание, то можно говорить о профилактике суицидов. Тема многоженства в социальных сетях вспыхивает регулярно и по разному поводу. И чаще всего не важен информационный повод, важно то, что пишут люди. Внимание на экран. Пользователь Расул Курбанов по этому поводу высказал свое мнение. Я никогда не призываю к многоженству и не напишу, что в нем спасение кого-то от чего-то. Я просто понимаю женщин, которые идут очередными. Допустим, женщине 35 лет. Дети ее сверстнят, скоро женятся. И ей не до равноправия и прочее, прочее. Она просто хочет выйти замуж и родить. Старость не за горами. Первое или единственное ее никто не берет. Берут только очередное на условиях. Не секрет, что для женщины важнее родить от любимого, чем даже мужчине от любимой. Но блин, заковыка. Жена у него злюче ревнивая. Узнает, все разворошит. Как же ей быть? Ждать до старости, пока возьмут единственное и первое. Или выйти очередное. Законно, но без огласки и так далее. И да, она ваша сестра по вере, которая от вас в старости не получит из стакана воды, если останется одинокой. Как ей поступить? Ретировавшихся музыкантов цитирует Аида Дадашева. В голове не укладывается, как вообще это возможно. Скрытый брак. Допустим, вскрыл от жены о своей женитьбе. Как в таком случае он будет делить свое время одинаково между ними? Это же не один день и не одна ночь. Что он будет говорить жене и детям, уходя ко второй? Или он каждый раз будет врать своим детям? Не пытайтесь ислам подмять под свои неизменные животные страсти. Продолжал разговор на эту тему Идрис Ахмедов. Этого бы никогда и не было, если бы девушки не соглашались на это безобразие. Любого искателя приключений можно отпугнуть требованием Махара. Или, например, оглаской этого брака. Я не говорю уже о том, что юридические права женщин в этом случае вообще никак не защищены законом. Только нотариально заверенные завещания мужа. Написал обитатель виртуальных дебрей Арсен Исаев. Мы не можем запретить дозволенное Всевышним. Не можем дозволить запретное. Ведь ясны опасения правила Никяха. Если ты приступаешь за эти правила, значит нарушаешь законы шариата. Это уже грех. Все, что за этими правилами придумали люди. Не ищите лазейку там, где проложена прекрасная широкая дорога. Соблюдайте цунну. Пишет Бариат Магомедова. Хоть бы одна сестра по вере, которой я должна щедро подарить половину своего мужа, уступил бы мне с кило картошки хоть пять рублей. А если серьезно, не верю в эти сопли про бедных овечек, испуганных надвигающейся старостью. Нужно было в молодости не носы ворочать от хороших парней, а соглашаться выходить замуж, когда зовут. Пишет пользователь Мухаммада Циев. И еще пара слов о 35-летней старухе, которую ни один мужчина не берет по причине ее старости. Но второй возьмут. Тайна. Вопрос. А почему разведенный, например, гнушается 35-летнюю сестру взять замуж? Это что, постыдно? Или в 35 лет женщина, дырабое существо, не способное никого привлечь? А как же душа, добрый нрав или крепкий иман? За них не берут уже? А как же пророк Мухаммад, 25 лет женившийся, на 40-летней? Айша говорила ему, почему ты любишь эту старушку, когда Аллах тебе даровал, такую, как я молодую? Пророк сильно обиделся на нее. А когда он все время вспоминал Хадиджу, даже кушая вкусности, Айша обижалась, ревновала. Он ей отвечал, Аллах наделил меня сильной любовью к Хадидже. Это обсуждение дополняет юзер Фатима Курашева. Читаешь и смешно на самом деле. Многие мужчины, разинув рот на многоженство, напоминают людей, ютящихся в лачуге и планирующих ремонт дворца. Им бы одну жену содержать, которая законная, а они уже о вторых тайно мечтают. Несерьезные люди какие-то. Те мужчины, которые способны на поступки, делают это, не советоваясь и не рассусоливая. Они не нуждаются в советах, просто делают, что считают правильным. Пишет пользователь Амирбек Азизов. Если мозгами пораскинуть эти гостевые браки с двумя женами, тайные со стороны мужа, жены-старушки, согласные на женатого мужчину, молодые с нюансами, этот весь фокстрот и шансон не из ислама. Вы вообще понимаете, как женщина в исламе живет? Женщина в исламе не имеет права жить без надзора опекуна, ездить куда-то одна, жить, работать. И тут вы описываете феминистов каких-то бесхозных, которые могут повелевать вести брак как им угодно, и мужчин, соглашающихся на роли. Пользователь под ником Патриот Ястреб обозначил следующую позицию. Что бы вы ни написали, мое красноармейское чутье подсказывает. Нет в таких тайных браках благо долговременного, только призрачные. Если мужчина не возьмет в жены так же серьезно вторую, если не установит равноправие посещения, содержание. Причем содержание равное. Что бы было видно, что они равные, защитить их морально, нравственно, социально. То все остальное туфта временная, с кучей разбитых сертец. Не верите мне, почитайте группы. Никах ради Аллаха. Почитайте жалобы оставленных сестер, которым нашептали, что можно тайно, можно без Махара, можно раз в месяц. Домой с тремя медалями Чемпионата мира по кикбоксингу вернулись дагестанские спортсмены. В Махачкалинском аэропорту их встречали родные и близкие, представители Федерации кикбоксинга Республики и регионального министерства спорта. Пользователь Алибек Гасанов по этому поводу написал следующее. Международные соревнования, на которых успешно выступили кикбоксеры Республики, проходили в Боснии и Герцоговине. Единственным, кому удалось выиграть золотую медаль Чемпионата, стал Ибрагим Абдулмиджидов, выступающий в весовой категории до 60 кг, в разделе «Фулл контакт с лоу-киком». Эту новость дополнил Абдурахман Магомедов. Практически каждую неделю мы встречаем победителей и призеров чемпионатов Европы и мира по самым разным видам спорта. Это говорит о том, что наши спортсмены – одни из лучших на планете. Сегодня мы встречаем вас, кикбоксеров. Три медали Чемпионата мира – превосходный результат для Федерации кикбоксинга Дагестана и в целом дагестанского спорта. Поздравляю вас с медалями. Уверен, что вы еще не раз порадуете нас. Гарун Гаджи Магомедов продолжил тему. Но наши кикбоксеры побеждали не только в Боснии. В Екатеринбурге завершился 10-й турнир по кикбоксингу «Фэйр Файт Икс», на котором свой третий профессиональный бой провел боец из Кизляра Гаджи Меджидов. Как сообщили информагентству, при службе турнира «Фэйр Файт» дагестанский кикбоксер нокаутировал белоруса Секу Бангуру, в активе которого было 13 боев. Для Гаджи Меджидова этот бой стал первым после успеха на чемпионате мира по тайскому боксу, где он взял таки золотую медаль. Своим мнением поделился Тагир Рамазанов. Трехраундовый бой начался на равных. Бангура задал высокий темп боя, и дагестанский боец был вынужден выключиться с первых секунд поединка. Впрочем, уже к концу первого раунда Меджидов включил лоу-кики и начал забирать инициативу. Решающим стал второй отрезок. Гаджи Меджидов смог забрать каждый момент, и на второй минуте Секу Бангура оказался в стоячем нокауте. Согласно правилам, судья дал белорусскому бойцу 10 секунд на восстановление, но тот не смог продолжить бой. По мнению завсегдата из социальных сетей Гусейна Гасанова, после поединка Гаджи заявил, что его главная цель – это попадание в азиатский промоушен ван чемпионшип. Я смотрел бои Секу Бангуру, у него хороший уровень и очень известный тренер. Но я не сомневался, что смогу пройти этот бой. Функционально я готовился на всю дистанцию, но надеялся на быстрый финиш. Есть желание попасть в ван чемпионшип, и я буду делать все, чтобы попасть туда. Стоит отметить, что в рамках турнира прошло 11 поединков с участием бойцов из 6 стран, но только Гаджи Меджидов смог закончить свой бой досрочно. С точки зрения юзера Ахмеда Азизова, Чарак Муртазалиев и Гаджи Меджидов стали золотыми призерами чемпионата мира по тайскому боксу, который завершился накануне в городе Бангкок в Таиланде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики Дагестан. Спортсмены выступали в составе спорной России. Победителем весовой категории до 86 килограмм стал Гаджи Меджидов. Золото в категории до 51 килограмма завоевал Чарак Муртазалиев. На соревнованиях выступал еще один дагестанский спортсмен Абдумалик Мугудинов, который стал серебряным призером соревнований в весе до 60 килограммов. Вообще, командам зачете в спорной России показала лучший результат, завоевав 26 медалей, 8 из которых золотые. Ну а теперь по традиции нашей программы забавное видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О да, о да, мои молитвы услышаны, да, десятки, двадцатки, полтинники. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом, пожалуй, все. Это был 10 выпуск проекта «Глобальная сеть» и вел его я, Дзинбагант Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел нас в эфире телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok